Привет профессионалы дистанционного обучения! Меня зовут Семен, я расскажу вам о новой технологии для записи видео уроков, проведения вебинаров с помощью дополненной реальности и автоматической съемки видео уроков. Любой образовательный проект тратит примерно 20% своего бюджета на съемку видео, на подготовку презентации, методической части, чтобы показать доходчиво то, что вы преподаете. И вот эти 20% бюджета часто распользуются неэффективно. Мы все понимаем, что технологии развиваются, требования к учебному видео возрастают. И в связи с этим появляются новые технологии, которые автоматизируют процесс съемки, а также добавляют интерактива в съемку, и графику, и кучу визуальных эффектов, и к самому качеству видео и студийной съемки постоянно повышается планка качества. Я изготавливаю и занимаюсь прозрачными досками для рисования маркером более 4 лет. И давно хотел создать что-то большее, чтобы это была не просто прозрачная доска и стекло, а чтобы это был инструмент для видеопрезентации. Прошу заметить, что данная студия, вся вот эта технология разработана на базе программного обеспечения Джолинга. И вот эти ребята, кто это создали, создали это даже круче, чем я себе представлял, даже круче, чем я хотел создать. Они такие мои крестные отцы в записи видеороликов именно с образованием. Они мне помогли со светом, со звуком, со съемкой. И, конечно, вот эти вот работы с презентациями, с дополненной реальностью, это их заслуга. Я действую отчасти от их лица по франшизе, и мы партнеры, мы надеемся, что мы сможем развиваться и сделать еще более крутой продукт для автоматической, недорогой и крутой записи видеороков. Хочу отметить, что данная технология и вся эта видеостудия со всем ее программно-аппаратным комплексом это полностью российская разработка, не имеющая аналогов в мире. Мы изучаем мировой опыт, мы смотрим за американцами, корейцами, японцами, смотрим за Европой. Очень много интересных решений, но на данный момент я уверенно заявляю, что это самая продвинутая технология для записи видеороликов. И вот это вот стекло, оно создано в России. Да, конечно, там какую-то сложную электронику мы закупаем за рубежом, но вся аппаратура собрана при помощи российских специалистов. И сама вся технология работает при помощи российских разработчиков. Давайте я вам расскажу сейчас, как мы снимаем видеоуроки по 5 видеолекций за день. И, собственно, сразу после съемок у нас получается готовый видеоролик с дополненной реальностью и с очень интересным для зрителя форматом. Итак, я сейчас нахожусь в нашей студии, и перед нами вот такая прозрачная доска, которую мы производим уже 4 года. Первыми нашими клиентами была компания Яндекс, потом высшая школа экономики. Да, собственно, здесь мы как бы начинаем от простого. То есть это простое каленое стекло Opti-White, светодиодная подсветка RGB, которая светит в торец этого стекла, и по периметру расположены простые светодиоды, которые как бы решают студийный свет. Кстати, о студийном свете. Здесь у нас черный фон, вот он, и обычные софтбоксы студийные. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я могу записать видеоурок, даже там видеопрезентацию, крутую, эффектную, без оператора и без монтажа. Как я это делаю? Итак, начинаем. Смотрите. То есть сейчас съемка будет идти на эту камеру, да, и вы будете видеть, как я это вижу, и потом мы... Вы также будете видеть одновременно в режиме онлайн, то, как я буду создавать крутую видеопрезентацию с дополненной реальностью, с компьютерной графикой, которая будет накладываться в момент съемки, а не после. Итак, двигаемся от простого к сложному. Начнем с простого маркера, да. Всем нужно там порисовать на скрипчарте, написать такую формулу, и мы используем флюоресцентный маркер. Что значит флюоресцентный? Да, то, что он светится. Давайте напишем слово. Ви-де-де-о-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Обратите внимание, что я пишу так же, как неудобно, а специальная программа зеркалит это видео. Дальше что происходит? Я вижу это перед собой, то есть можно еще другими цветами писать, но пока что одним цветом. И я смотрю на зрителя и смотрю на надпис, то есть я не поворачиваю спиной, я не как-то это самое. Я смотрю на зрителя, смотрю сюда, у меня яркий и четкий рисунок. Дальше, как это стирается? Все думают, что это очень сложно стирается, на самом деле ничего подобного. Когда маркер подсохнет, он очень легко стирается. Берем и вот так вот удаляем. Стерли надпись, что происходит дальше? Да, то есть есть, посмотрите вот сюда, оператор, подойдите вот сюда, посмотрите, то есть мы видим, что запись идет. Я могу остановиться и начать запись. Давайте мы вот так вот включим. Вот я вижу это вот так вот. И поэтому я нажимаю стоп. И мы видим, что запись уже идет несколько секунд. 7 секунд идет запись. Мы видим, что... Ну давайте включим какую-нибудь слайдную презентацию. В данный момент у меня слайдная презентация. Вот эта вот гивка «Огонь». Она на прозрачном фоне, поэтому я могу ее прямо показать. Она не в режиме постмонтажа наложена. Она наложена... И причем, обратите внимание, да, я это вижу, на съемку это не влияет. И видео, оно сразу же зеркалит то изображение. То есть я пишу, как мне удобно правой рукой, а окажется, что левой. То есть я пишу, как мне удобно. Повторять не надо дальше? Повторять не надо. Ладно. Повторять не надо. Дальше. Смотрите. Собственно, я пришел с презентацией. Ну давайте включим какой-нибудь слайд презентации. В данный момент у меня слайд презентации. Вот эта вот гивка «Огонь». Она на прозрачном фоне, поэтому я могу ее прямо показать. То есть она не в режиме постмонтажа наложена. Она наложена... Прямо сейчас она вставляется в видео, как дополненная реальность. Если говорить о технологии, то это через карту видеозахвата камера снимает по HDMI сразу же на сервер, где специальный софт сдваивает мою презентацию и это видео. Но самое интересное, друзья, что я могу двигать эту гивку. То есть я могу взять ее вот так вот передвинуть, да. Например, взять и сказать, вот так вот ее взять. И вот она наша дополненная реальность. Огонь. Вот. Собственно, она у меня не просто на стекле появляется, а она... Я вижу это все в мониторах. Мониторов, ну в данном случае у нас два, но в идеале их шесть. Ну давайте двигаться дальше. Смотрите. То есть можно кликером включать следующий слайд. И я следующий слайд... Вот здесь вот могу вам показать. Следующий слайд... Я вот тут вот в правом верхнем углу вижу, какой следующий слайд. Например, следующий слайд у нас наш логотип. Это наш логотип. Он тоже на прозрачном фоне, и я тоже могу его вот так вот передвигать. Давайте его в левый верхний угол передвинем. Дальше. Следующий слайд можно включать кликером, но можно и сенсором. И переходим как бы к самому интересному. Переходим к самому интересному. Друзья, что я могу двигать. Я могу двигать этот график и могу его увеличивать и уменьшать. Ну и, конечно же, здесь, если я захочу, например, здесь я могу рисовать. Вот наш график. И он сразу же вставляется в видео. И следующий слайд я уже включаю не кликером, обычным кликером Logitech. Презентер его еще называют. А сенсором. Например, на следующем слайде у нас сайт. Сайт, который автоматически ставился в видео, он немножко прозрачный. И я его скроллю, собственно. То есть система подгрузила из интернета сейчас наш сайт, и он ставился в видео. Давайте следующий слайд. На следующем слайде у нас слайд, сделанный в PowerPoint. И обратите внимание, какой он прозрачный. То есть это работает как хромакей наоборот. То есть, судя с хромакей, мы можем задний фон изменить. Здесь мы перед спикером все можем поставить. И обратите внимание. То есть это просто PowerPoint. Это записывался один из наших клиентов. И я вижу слайд перед собой. Смотрю в камеру. Смотрю на зрителей. Рассказываю им. И вот обратите внимание, что... Ну, что-то в общем встаю, рассказываю, показываю. Если мне нужно рисовать, я беру маркер и начинаю здесь рисовать. Дальше. Ну, вот, конечно, слайд нужно подготовить. Да, специальным способом. Вот мне вот это пример неудачного слайда, когда очень нагруженная информация. Мы ее разбиваем. Да, мы ее просто разбиваем на заголовок и подзаголовок. В принципе, все вот таким образом. Вот это вот основное, как мы используем. И как мы работаем с презентациями, с рисованием, с графикой. И после того, как я нажимаю стоп на три касания, здесь, если дальше говорить о технологии, да, здесь специальная инфокрасная рамка, которая позволяет взаимодействовать со слайдами презентации. То есть, здесь такой же сенсор, как, ну, вот я нажимаю три пальца, у меня появляется панель инструментов. Ей можно управлять там с рабочего места ассистента. Ну, как бы я сейчас один управляю. Можно с сенсорного монитора также немножко править саму презентацию в режиме съемки. Ну, сейчас я показываю вам, как одному записать. То есть, у нас может быть слайд, так сказать, вообще без презентации, да, то есть, вот он появился и спикера вообще нету. Ну, вот это как раз то видео, которое недавно выложили на стену группы сообщества в Facebook профессионалы обучения. И слайд без спикера я просто, как бы, включаю следующий слайд. Ну, можно сделать презентацию таким образом, да, то есть, я сделал сенсорный, скринкаст, я показываю, что по запросу онлайн обучения у нас 75 тысяч запросов. То есть, это вот так вот все выглядит. Ничего сложного, по опыту говорю, что все, кто приходит, даже в первый раз, немножко поработан. Ну, то есть, по сложности это не сложнее, чем обычные съемки. Нужно говорить, говорить четко, внятно, харизматично. Нужно стараться показывать, рассказывать. Ну, вот здесь вот у нас такой инструмент. Разработчики его называют картам. Я обязательно скину сайт разработчиков. И наш сайт к этому. В общем, можно двигать документ. И переходим, наверное, к самому интересному. Ну, опять же, тут гифка вставлена, просто на черном фоне. Ну, вот тут элемент, что как-как скриншот из нашего видео, где мы рисуем маркером. Приходим к самому интересному. Уже рисованию не маркером, а сенсором. Да, то есть, мы открываем панель инструментов. Я, моя моторика уже привыкла, что, ну, это буквально с пятой попытки мы привыкаем все видеть себя в мониторах, уже видеть себя в дополненной реальности. То есть, на стекле, как на таковом, ничего не появляется, но я вижу это сразу же в мониторах. И я выбираю инструмент рисования, и опять могу написать слово «обучение». Ошибку, друзья, составил. С ошибкой написал слово «обучение». Поторопился. В общем, Юрий Николаевич, вот так это выглядит, можно выиграть, ну, онлайн эфир, прямой эфир, поэтому, извините, как бы. Ну, и можно выбрать, да, ну, давайте, я вам покажу еще эффект сразу же, что можно выбрать другой цвет, и написать уже зеленым. Как все стирать? Давайте я вам покажу, как все стирать. Для этого используется специальная нано-магнитная губка, при помощи которой мы прикасаемся к сенсору. Это шутка. Это шутка. Вот, ну, и мы, как бы, стираем. Снимается, сдрогнет. Самое прикольное, да, то, что мы можем рисовать, как бы, да, мы можем рисовать прям на нашей презентации. Вот, к съемкам видеоуроков, я уже не говорю о методической части, это понятно, нужно подготовить хорошую презентацию. Если вы сто раз рассказывали, вы там преподаватель в УЗИ, и вы сто раз рассказывали, то, ну, конечно же, просто приходите, рассказывайте, импровизируйте. Не нужно суфлера, я против суфлера, потому что, ну, теряется-то живость, теряется смысл задумчивости, да. В съемках всегда, если вы пойдете на любые съемки, берите с собой два-три варианта одежды, потому что, ну, иногда, ну, не заходит какая-то одежда. Обязательно не чисто черное, не чисто темное, потому что оно может будет сливаться с фоном, либо, наоборот, белое будет пересвечивать. Обязательно на съемках всегда не надевайте мелкую, ну, одежду в мелкую полоску или в мелкую клетку, она будет рябить. В съемках это запрещено, вот. Ну, и смотрите в камеру, просто смотрите почаще в камеру, разговаривайте, прям, это приходит. Я могу сказать, что на данный момент, да, это дорого, но технология развивается, и чем больше она развивается, чем больше ее покупают, тем больше мы ее, как бы, улучшаем. И, то есть, если мы одну студию, одно стекло производим, но оно будет стоить столько же, то есть, если мы 10 производим сразу же, мы экономим на всем. То есть, чем больше это развивается, чем больше это покупают, чем больше этим пользуются, тем мы улучшаем эти технологии, тем больше она пойдет в массы. Поэтому, сейчас пока это дорого, я считаю, 3000 сейчас работы в такой видеостудии, это дорого. Два миллиона за такую видеостудию, это дорого. Да, это под ключ, да, вам все оборудование купят, настроят, пусконаладочные работы, калибровка, обучение работе системой, непосредственно съемка, техподдержка, сам софт, все под ключ там за почти два миллиона. Но, не все это, ну, какой-то мелкий учебный центр этому не может себе позволить. В каких городах есть? Есть в Москве, есть в Иркутске, есть во Владивостоке, есть в Питере, есть в Волгограде. Ну, по России уже более 30 видеостудий таких приобрели. Есть одна студия, точно знаю, в Казахстане и скоро открывается в Минске, в Лондоне, в Стокгольме и еще в ряде стран, в Индонезии. Все, кто желает попробовать, я приглашаю, потому что, ну, у нас есть продукты, да, которые, смотрите, вот мы как бы разделяем, да, потому что бывает, спикер приходит даже без презентации или она очень, ну, некрасивая. Это работа дизайнера, то есть мы вам просто говорим, что отдельно 3000 в час, это отдельная работа студии. Работа оператора, работа дизайнера, методиста, не знаю, визажиста и монтажера, если там много плохих дублей, это оплачивается отдельно. И, конечно же, при заказе более 40 часов скидка, ну, и плюс еще есть часы прайм-тайм, да, допустим, в какие-то, в какое-то время, там, например, утром рано, там, 8-9 часов, часто студия пустует, там тоже мы даем скидку на такое время. Друзья, призываю вас, вот раньше я сказал, напишите свою книгу, поделитесь своими знаниями, сейчас я вам призываю всех, запишите свой видеоурок, автоматизируйте собственный бизнес, запишите крутую серию видеоуроков и уверяю вас, что ваше личное время в оффлайне, в работе лично со студентами подорожает. Почему-то многие преподаватели думают, сейчас мы запишем видеоурок и наши знания лично никому не нужны будут. Вы сами должны развиваться, развивать свою тему, развивать свою экспертность и когда вы запишите видеоурок, вы поделитесь этими знаниями, вы их можете масштабировать и я призываю вас, вот, записать, знаете, видеокнигу, вот, видеоучебник, запишите, если вы эксперт в какой-то области, запишите себе крутой видеоучебник, доходчиво, понятный. Так, чтобы люди в Африке могли тебя смотреть и учиться и чтобы через там 100 лет, так же как там Ломоносов вас могли ставить в пример, что вот был основоположник такой, да, и он записал видеоурок там, не знаю, по физике и сейчас до сих пор его методика используется, даже спустя 100 лет. Призываю вас записать такой крутой, качественный, качественный видеоучебник, чтобы даже через 100 лет вас приводили в пример как основоположника своей ниши, своей экспертности. Коллеги, благодарю за внимание, присоединяйтесь к нашему чату, к нашей видеодискуссии, обсудим технологии съемки видеоуроков, они будут разные, кто-то говорит, что можно на постмонтаже положить, кто-то говорит, что можно использовать какое-то дорогое железо, разные программы, там, OBS Studio. Давайте это сейчас все обсудим, выработаем какое-то понимание, что в каких моментах лучше использовать, да, и просто подискутируем на эту тему, и я отвечу на ваши вопросы. Спасибо за внимание.